Взять мастер-класс у прикладников на выставке «Ремесло без границ», поучаствовать в работе музейного дворика и станцевать вальс фронтовой во дворе музея. В этом и многом другом можно было принять участие в минувшие выходные в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Тему продолжат мои коллеги. 18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Праздник был учрежден в мае 1977 года. В преддверии этого дня во многих странах мира и по всей России проходит акция «Музейная ночь» или «Ночь музеев». В этом году темой акции выбрано 70-летие со дня Великой Победы. Все желающие могли бесплатно посетить экспозиции музея, принять участие в проведении мероприятий, передать в дар музею интересный экспонат, памятную вещь или семейную реликвию, записать в книгу отзывов свои пожелания. Работники музея помогли всем пришедшим по-настоящему проникнуться духом ночи. Специально для своих гостей они подготовили интересную программу, организовали работу выставок и необычный интерактивный прием. Наша девятая международная акция «Ночь музеев» проходит под названием «Великая победа в Содружестве народов». Почему такое название мы выбрали? Потому что наш город многонационален. И в общем-то тогда в то лихолетие, когда ковали вот эту победу наши прапрадеды, они плечо к плечу шли друг с другом, не спрашивая какой они национальности. Русские, грузин, армянин, неважно. Главное, что они делали большое общее дело. И вот сегодня мы проводим нашу акцию как раз таки посвященную 70-летию победы. Мастера декоративно-прикладного искусства в этот день помимо того, что выставляли свои творческие работы, ещё проводили мастер-классы, обучали всех желающих этому интересному и на первый взгляд сложному делу – вышивке, вязанию различных изделий, изготовлению мягких игрушек и кукол. Наталья Московцева вот уже больше года занимается изготовлением каркасных кукол. Она уверяет, что сложного в этом ничего нет. Главное – желание. У меня нет художественного образования. Я никогда не занималась этим. Я никогда не рисовала, никогда. Ну, шила так вот в молодости, когда в Советском Союзе не было ни одежды, невозможно было достать. Приходилось шить. А так никакого художественного направления у меня не было. На праздники с приветственным словом к собравшимся обратился глава города Александр Коновалов. Сегодня Всероссийский праздник – Ночь музеев. Музей по-гречески – это дом муз. Музы творческие, лирические, талантливые должны оставлять после себя след для того, чтобы наши потомки, молодое поколение и все остальные поколения знали всё творчество, знали ту историю, которая существовала у нас на нашей земле. Прикладникам и всем, кто участвовал в организации 9-й Всероссийской акции Ночь музеев, вручили благодарственные письма. В праздники также принял участие ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Славянска-на-Кубани и Славянского района Василий Васильевич Вертель. Сегодня такой праздник, а праздник – это Ночь музея. А музей и библиотека – это основная наука и знания и культура нашего народа. Не было бы музея, мы бы не знали с вами, что такая жизнь была до нашей эры и в данный момент. Не было бы библиотеки, не было бы у нас и знания. К Всероссийской акции музейные работники готовятся долго и тщательно. К празднику из запасников они достают самые редкие и дорогие экспонаты. В эту ночь в музее можно увидеть столько нового и интересного, сколько не увидишь за целый год. После праздничного концерта все собравшиеся отправились на выставки и экспозиции. В этот день двери Славянского историко-краеведческого музея были открыты до часу ночи. Тина Капычевская, Игорь Ванчугов, программа «События».